Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Примерно три месяца назад, если я не ошибаюсь, я позвала всех, нет, не на гречневый марафон, я позвала всех отращивать волосы вместе со мной. И тогда я сказала, что, наверное, основным критерием, основной сложностью отрастить волосы для меня лично и для многих, я думаю, тоже, это как раз-таки перестать их травмировать, прежде всего окрашиванием. И каково было мое собственное удивление, каково, я думаю, было удивление очень многих, мне об этом написали, что я, в общем-то, волосы-то покрасила, рассказала об этом, а как же быть тех, кому я советовала этого не делать. И я записала видео, где я рассказала, что да, цвет волос для меня явился принципиальным, в том плане, что касалось моего самоощущения, как перед камерой, как видеоблогера, ну и как, в общем-то, человека, проживающего свой день с тем или иным комфортным, с тем или иным самоощущением. Могу сказать, что да, осветив просто-таки несколько прядей у лица, это видно очень хорошо. В этом видео я расскажу, почему же пряди у меня желтые. Но самое главное, я думаю, что наступило время подвести некоторые итоги. Очень многие заметили, что волосы мои выглядят прекрасно, прям-таки прекрасно пишут, представляете, меня столько критиковали за мои волосы, и вот мне пишут, что они выглядят прекрасно. Соответственно, это видео, я надеюсь, будет прежде всего, я надеюсь, будет прежде всего способом подбодрить всех тех, кто отращивает волосы вместе со мной. Вы видели, что с ними было, очень многие читали ту критику, которую я получала. Она была обоснованная, либо менее обоснованная. Ее нужно было выражать, либо не нужно было выражать. Это каждый решает сам для себя. Но я думаю, что здесь и сейчас мои волосы выглядят так хорошо, как они не выглядели никогда. По одной единственной причине. Я действительно срастила, наверное, на 90% всю длину, которая была окрашена. Да, мастер прошелся по моим волосам, я рассказывала по нижнему слою, практически даже не видно где. И постоянно заканчивается карта памяти. Так вот, я говорила, что именно тот факт, что волосы на 90% живые, такие, как они, наверное, должны быть у нас у всех, но мы часто экспериментируем в поисках лучшего для себя. Так вот, именно это обеспечивает то, что они блестят прежде всего. Я думаю, что при этом как раз таки в свете это видно. Они стали тяжелыми. И может у многих создаться впечатление, что волосы завиты. Нет, я завиваю волосы у лица, и не скрываю это. И рассказывала, наверное, в одном из видео покажу, как я это делаю. Я завиваю только челку, исключительно только челку, а вот эта часть, она наконец-то получила ту тяжесть, которая позволяет свиваться моим волосам в локоны. Это то, что я когда-то имела. Я рассказывала, что, в общем-то, я знаю, что такое. Ты помыла волосы, посушила, и потом они у тебя вот в такие локоны, в такие кудры сами по себе свиваются. Волосы как будто бы после брашинга, и при этом еще как будто бы кто-то по ним плойочкой прошелся и сделал красивую завивку. Итак, хочу рассказать вам, дорогие зрительницы, если вы так же, как и я, хотите покрасить ваши волосы, в этом видео речь пойдет только об обесцвечивании прядей, более того, конкретно об обесцвечивании прядей у лица. Многие заметили, и я могу сказать, что совершенно правы, в том, что волосы у лица у меня не просто желтенькие, а они имеют явный оранжевый оттенок. Более того, мой муж так и зовет меня часто. Рыжая сейчас, он смеется над цветом моих волос. Но могу сказать, что то, что я получила, было совершенно прогнозируемым результатом. Когда я пришла к парикмахеру, мы совершенно точно обсудили, и хорошо, что парикмахер уже знал мои волосы и возможности, и ресурс моих волос. В общем-то, он смог мне объяснить, но я и сама примерно предполагала, что произойдет, если и что произойдет, если. Так вот, если бы я освещала до блонда, который не имеет, уж я даже не говорю, желтого оттенка, пшеничного подтона, а если бы я освещала, если бы я осветляла волосы до так называемого пшеничного оттенка, когда желтый подтон, конечно же, имеется, но оранжевого подтона совершенно точно нет. А, скорее всего, это бы очень сильно снова повлияло на качество моих волос, как у меня уже происходило. Многие могли видеть, кто не видел, просто вернитесь на видео, на видео годовой давности, и вы, в общем-то, увидите, как было, на мой взгляд, прекрасно и хорошо мне с блондом, с цветом более светлым, чем здесь и сейчас у меня есть. Но как выглядели мои волосы, волосы при этом. И я всегда знаю, что лично для меня, возможно, и для вас также, на одной чаше весов всегда состояние волос, а на другой чаше весов тот цвет, который бы мне хотелось иметь, и, возможно, та игра, те блики, которые можно сейчас создать при современных технологиях окрашивания. Так вот, я совершенно точно знала, что я из парикмахерской выйду с оранжевыми прядями, потому что, если бы мы осветляли не на 2-3 тона, как получилось в моем случае, а на какие-нибудь 6-7, то да, у меня был бы пшеничный блонд, но и волосы были бы более разрушенными. Я выбрала оранжевенький подтон, несколько светлее пряди у лица. Мне нужно было, чтобы они просто были светлее. Если бы я захотела сделать их светлее, а это возможно сделать. И для многих, так же, как и для меня, это выход из ситуации, если мы прямо-таки хотим пшеничный оттенок волос, без оранжевого подтона. Это вернуться в парикмахерскую через какие-нибудь 2-3 недели, а то через месяц, и осветлить те же самые пряди. Хороший мастер это сможет сделать. Хороший мастер сможет даже мелирование в полосочку, выбрать именно те пряди, которые были окрашены до этого. Обработать только корни и состав распределить по всем остальным прядкам, точнее по длине пряди, уже в самом-самом конце, либо тогда, когда он посчитает нужным. Это возможно сделать. Я видела, как мастера выбирают вот такое тонкое мелирование, как они его, в общем-то, и только и прокрашивают. Все остальные волосы, которые изначально были нетронуты, они и остаются нетронуты. То есть каждый раз, когда мы приходим обновлять мелирование, пряди не должны выбираться хаотично, как делают многие, многие мастера, из-за того, что они экономят время. Нет, пряди должны окрашиваться уже те, которые были промелированы. Поэтому в моем случае, когда у меня у лица более широкие пряди, я в любой момент смогу получить более светлый оттенок, и даже не желтый оттенок, потому что все опять будет зависеть от того, насколько я решу и разрешу своему мастеру осветлить мне пряди, и, соответственно, какой состав он будет использовать. А говоря простым непрофессиональным языком, чем более агрессивный состав, чем выше процент оксидации, если я не ошибаюсь, чем выше процент перекиси, которая будет использоваться, хотя, наверное, некорректно называть перекисью этот состав, чем выше процент вот этого состава, который осветлять нам будет вместе с порошком, вот прям-таки выйдет у меня из головы, тем, соответственно, это травматичнее для наших волос. Но цвет сразу, через несколько часов работы, как закончить, точнее, с нашими волосами работать парикмахер, мы получим более красивый, более блондинистый, даже холодный цвет можно получить без тонировки. Некоторым повезет, все опять же зависит от того, с какого исходного нашего цвета стартует мастер. Кстати, на моих волосах у меня холодный русый цвет, как мне объяснил мастер, можно получить уже на высоких оксидах, без тонировки, действительно холодный блонк. Соответственно, вот так, думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь, либо если иметь более светлый оттенок у лица, либо по всей длине волос, какой состав будете использовать вы, но прежде всего ваш мастер, соответственно, что вы разрешите ему с вашими волосами делать. Поэтому, дорогие зрительницы, я думаю, что это видео, опять же, с разряда, как мне часто пишут, мотивирующих видео, за что мне, конечно же, очень-очень приятно, чем я очень-очень горжусь, что моих зрителей, не всех, конечно же, но хотя бы кого-то определенные мои видео мотивируют, и могу сказать, что да, отрастить волосы – это возможно. Я к своим 40 годам, почему сегодня после 40 лет говорю, потому что я очень люблю цифру 40, потому что это реальная для меня, скажем так, дистанция через определенное количество времени иметь ту длину и то качество волос. Качество волос я хочу иметь вот такое, а длину вот такую. Я думаю, что к 40 годам все реально добиться. Если вы хотите и мечтаете тоже о длинных волосах, о красивых волосах, не важно, сколько вам лет, потому что почему-то в России, насколько я поняла, длинные волосы – это прерогатива очень и очень молодых женщин, то, в общем-то, нет, вы можете стартовать вместе со мной, отращивать волосы. Поверьте мне, сложно, но возможно. Терпение и время сделают свое дело. Желаю всем красивых волос, но самое главное – я желаю всем красивых причесок. В новом стритстайле я снова покажу вам несколько итальянок, которым слегка за 50, и как классно они выглядят со своими длинными, ухоженными, блестящими волосами. Нам не так повезло со структурой, но при определенных, скажем так, условиях, которые мы сами создадим для себя и своих волос, мы можем добиться даже лучших результатов, потому что у нас волосы, как у принцесс. На этом с вами прощаюсь. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok